Обустроить комфортное место для приготовления пищи и вечернего отдыха в саду или на даче с помощью уличных очагов производства Хитсад очень легко. Их преимущество – удобство хранения и транспортировки, механическая прочность, легко очищаются от углей и золы, быстрый рожек и тушение поленьев. Уличный камин также служит эффектным источником освещения ночью. Свет от костра распространяется во все стороны, благодаря решетчатым стенкам. И уже скоро костровище становится центром семейных и дружеских посиделок. Хитсад – интернет-магазин товаров для сада и дачи. Всем здравствуйте, всем, кто на ютюбе, всем, кто у телевизоров телекомпания Афонтова. А я работаю в лучших телекомпаниях. И сегодняшняя тема – это яблони, крупноплодные причем. Вы знаете, глядя на то, как яблони распускают листья, мне это не очень нравится. Я немножко, честно сказать, как-то расстроена, потому что вот здесь не просто яблоня одна посажена. Здесь три сорта яблони. Это букетная посадка. И я не хочу, чтобы у меня были так рядочек, да, через три метра, тын-дын-дын. Нет, я хочу, чтобы у меня здесь шатер был. И в этом шатре, в его верхней части, было три разных сорта яблонь. Причем они все крупноплодные. И у них срок созревания должен быть цветение, но и созревание тоже все-таки один. Потому что существует самоопыление, а существует и перекрестное опыление. Мы когда покупаем, кто из вас, интересно, записывает все в тетрадку или вешает ярлычки? Да? Конечно, никто. Я же тоже так делаю иногда. Но я старательно все-таки заставляю себя все-таки записать, что здесь посажено и с какой стороны кто. Значит, яблоки на них все крупноплодные, и хотелось бы, чтобы они росли хорошо и без проблем. Но без проблем не получается. И вот посмотрите, вот эта яблоня, то ли по срокам она более поздняя, то ли она все-таки подъедена моими дорогими подземными крысами, как-то она не очень охотно распускает почки. И меня это сильно беспокоит. Вот яблони две других, да, вот одна, а вот вторая. По стволам вы видите, что они растут из разных мест. Видите? Вот красотка только вот эта. Она вся покрыта уже листиками. Либо, вот знаете, у меня иногда зло берет. Либо мне продали все-таки не те, которые я просила, ну, либо уже не знаю, что сказать, потому что срок цветения должен быть одинаковым. Тогда, смотрите, это уже набирает цвет. Обратите внимание, видите? А это еще не покрылось листьями. От того, что, знаете, у меня только одни вздохи и ахи. От того, что они разного срока цветения, меня это никак не устраивает. Мне их надо обработать, например, железным купоросом. Теперь мне придется ждать чего? Правильно, глубокой осени. Когда все они и ранние, и поздно цветущие сбросят все листья, и только тогда я смогу их обработать, чтобы заставить их правильно дышать, правильно есть, правильно расти и красиво плодоносить. А как я это сделаю? Надо бы сделать весной. Эта листья распустила, эти две не распустили. Вот посмотрите, вот одна не распустила листья, а вот вторая. Есть подозрение, что у меня все-таки крысы от меня подземные не ушли. И корни этих яблонь, скорее всего, обгрызены. Может быть и так, но мы немножко подождем. И если все-таки это то, о чем я думаю, что меня больше всего страшит, что это крыса, ну тогда придется подсаживать в эту букетную посадку что-то другое. Но вот такие посадки мне очень нравятся. Во-первых, ну некоторые говорят, да ну загущено. Да у вас одна-то яблоня вся загущена. Вы с одной не можете справиться. Поэтому я со страху посадила три. Какая разница, кто у меня будет страдать, одна или три. Но три букетная посадка – это сразу несколько сортов яблок, подобранных правильно по сроку цветения и сроку плодоношения. Это очень удобно. То есть света будет больше, не будет так загущено. И рост у них должен быть одинаковый. Они одна семь метров, а другая три метра. Это неправильно. Значит, сейчас даем всем плодовым подкормку обязательно не в стволы вон туда. Вот посмотрите, вот не в стволы. Не вот туда даем подкормку. Смотрите. А вот видите, где кончаются веточки? Вот здесь находятся мочковатые корни, там под землей. И ваша задача – сюда налить им удобрение. Есть полное комплексное удобрение и для яблонь, и для ягод. Лейте что-нибудь из этого, но уже в жидком виде. По корочке льда, если бы вы раскидали, да, вот эта полоса. Вот как кончились веточки – 20 сантиметров сюда и 20 сюда. Вот это поливочное кольцо. Вот тут вы должны были все полить и подкормить. Кто-нибудь это сделал? Ну да, я понимаю. А потом вы будете спрашивать, а что он не цветет? А что там яблочек нету? Девочки, вы когда утром встаете, сразу за кофе, за чай, за булочку, за масло и так далее. Они-то чем виноваты, что у них ротиков нет, сказать не могут? Ну вы понимать должны, что раз снег растаивает уже, корочка осталась, ну дайте вы эту мочевину пресловутую. Ну накормите вы азотом, чтобы зеленую массу она выбросила. Ту, которая ей положена. Она работает же не корой вот этого вот дерева, она листьями работает. И солнышко фотосинтез идет, и все питательные вещества через листья поступают. И через корни еще правильно. Только вот какие там корни, либо какие листья, у них зеркальное отражение. Что здесь, то и здесь. И вы должны об этом помнить. На сегодня я закончу, и обработка железным купоросом мною будет пропущена. Потому что одна набирает цвет, а вторая не выбросила листья. Я не могу себе этого позволить. Я сожгу просто вот эту яблоню. Обрызгать так, чтобы попадать по сантиметрику тоже не могу. Времени нету просто. Всего доброго и до свидания. Обнимаю крепко. Субтитры сделал DimaTorzok